Девушки отдыхают 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 Даша, идея, конечно, замечательная Но где ты возьмёшь воина? Что-то я не припомню Службы доставки воинов в Девногории Доставим за полчаса или отдадим бесплатно Ну, я вообще-то почитала кое-что из программы на следующий год Так, пустяки Учебников шесть И теперь знаю одно очень важное заклинание Но прежде всего мы должны обеспечить оборону самых уязвимых участков школы Защитить окна Укрепить двери И выставить дозорного А теперь самое главное Моё заклинание Оно оживит этих медведей Они и будут нашими воинами Девочки, уже полночь Полная боевая готовность Мы уже почти закончили Иду! Вот они За главного, наверное, маленький А здоровяк точно самый глупый В книжках всегда так Девочки, соберитесь Василиса, давай Решив напасть на нас Эти чудища встали на скользкую дорожку Аленка, твой выход Работало! Нет, не сработало Похоже, они сильные волшебники Ничего Мы тоже волшебницы хоть куда Ставим заграждение Живая ограда из школьного сада Спаси от владеев гостей Нам не надо Ничего не понимаю, господин директор Что происходит? Хотел бы я знать, профессор Ясно одно В школе творится неладное Кто-то явно не хочет Чтобы мы попали внутрь Заревны могут быть в опасности Заревны? Это как принцессы? В опасности Это типа В опасности? Я спасу вас! Мы спасем! Стойте! Да! Нет! Девочки, они очень сильные волшебники Беремся за руки И поем оживляющее заклинание Только ни в коем случае Нельзя останавливаться Славный воин В трудный час Пробудись Старик за нас Что это за звуки? Господин директор! Пробудись Сразись за нас Баска, вперед! Это наш шанс совершить подвиг Пробудись Славный воин В трудный час Лучше вам сдаться, сэр А то мы за себя не отвечаем Профессор, кажется, я нашел способ борьбы с этими медведями Просто пощекочите их Сейчас Профессор? Кощей Кощевич? А это еще кто такие? Руки прочь от нашей школы! Аааа! Понимаете, мы думали, что на нашу школу готовится нападение Девочки, позвольте представить вам Васко Здрасте И Ливана Добрый вечер Ливан и Васко учились в школе Мерлина Но кто-то из учеников случайно оживил ее И она сбежала А ребят перевели к нам Вот оно что! А мы-то приняли их за злых волшебников Понятно И вы решили спасти школу Молодцы! Но все-таки послушивать чужие разговоры не очень хорошо Ладно Теперь всем спать Завтра начнется новая глава в истории нашей школы О-о-о-о О царевном ни минуты не сидится О-о-о-о Им бы все играть и веселиться О-о-о-о Не случайно и тебя в свой мир волшебный О-о-о-о Приглашаю царевны Новенькие Ух ты! Настоящий геройский портрет! Смотри, у меня такой же щит, как и у тебя. Не сочтите за оскорбление, уважаемый рыцарь. Обычно я этот щит сам вызываю, а тут он без спроса появился. Сломался, что ли? Надеюсь, эти новенькие любят футбол. А я надеюсь, нет. Страшно даже подумать, что будет, если вы будете носиться втроем. Ну что ты, Даша? Мне они показались очень даже воспитанные. Да уж, воспитанные. У нас, между прочим, со щитами по коридорам не бегают. Да этот щит сам появился, я не виноват. Хм, ну и манеры. Я эту сон-траву месяц назад посадила. Когда она уже взойдет? Ты вырастательную песенку пела? Да. А радугой поливала? Нет. Ой. Тут нужно землей поколдовать. В нашей деревне, когда нужно было что-то вырастить, всегда меня звали. Ты точно знаешь, что делаешь? Волшебная трава – это тебе не картошку копать. Тут осторожно надо. Только не испусти там ничего. Аккуратней, пожалуйста. Эх ты. Я ее месяц выращивала. Помогите, пожалуйста, нам разобраться. Чего тут разбираться? Не надо было лезть, куда не просят. Стоять! Зачем ты это делаешь? Ну, это не я. Возможно. А как Ливан все объяснит? Я тоже не виноват. Герои не размахивают щитом без дела. А кто размахивает? Хулиганы? Я не хулиган, я герой. Будущий. Друзья мои, ну что? Не ругайтесь. Очевидно, что происходит что-то загадочное. У кого-нибудь есть предположение? Может, на мальчиках заклятие? Что ж, возможно. Попробуем его обнаружить. Наш Егорка никогда не ошибается. Заклятия нет. Значит, они это все специально. Да мы просто помочь хотели. Ага, помощники. Да правда? Да-да, правда. Мы-то знаем, что вы это нарочно. Девочки, ну вы опять ругаетесь. Разве так можно? Нельзя никого обвинять, пока мы во всем не разобрались. Мы к директору, а вы живите дружно. Бе. Нам лучше подождать снаружи. Мы слишком опасны для этой школы. Думаешь? Да, видишь? Ты так скоро всю школу разрушишь. Как настоящие герои, мы должны спасти школу от самих себя и стать бродячими волшебниками. Точно. Скитаться в поисках подвигов. И ужина. И что? Вы говорите, их нигде нет? Мы с профессором обыскали всю школу, Кощей Кощеевич. Мы должны немедленно их найти. Девочки, вы остаетесь здесь. А мне кажется, просто мальчики на нас обиделись. Ой, да глупость. И чего им обижаться? Не знаю. Но что, если они из-за нас ушли? Давайте их поищем. Но нам же сказали оставаться здесь. А я думаю, мы должны их найти. Пошли. Варя, ну что? Я не нашла. И я не нашла. Девочки, а кто малины хочет? Соня, мы что, за малиной сюда пришли? Ой, смотрите, камушек висит. Еще один. Соня, догоняй. Здесь камни какие-то летают. Сюда, скорее! Я нашла их. Что вы тут делаете? Ничего. Эй, ты чего? С кем ты там разговариваешь? Тут девчонки прибежали. Давай руку. Героям помощь не нужна. Быстрее уходите, здесь опасно. Вы слышали? Уходите быстрее. Мы никуда не уйдем. Извините нас. Мы были неправы. Давайте руку. Мы вас вытащим. Эй, Васка! Ладно, так и быть. Пусть вытаскивают. Спасибо. Это было очень геройски. Осторожно! О, смотрите! Мое волшебство снова работает! Это называется автоволшебство. Очень редкое явление. Такое происходит, если волшебник сильно расстраивается. И тогда его магические способности утрачивают свою настройку. Да, ведь они потеряли и школу, и друзей. Тот, кто хочешь, расстроится. Вот именно. А вы встретили их не очень-то гостеприимно. Кощей Кощевич, а это правда, что они в своей школе спали на деревьях? Да, совершенно верно. И мы попробуем их удивить. Вот. Чувствуйте себя, как дома. Обещаю отныне защищать Девногорье, как свой дом. А я, черт, сплю на верхней ветке. О царевном ни минуты не сидится. И мы все играть и веселиться. Не случайно и тебя в свой мир волшебный Приглашаю царевны. Шестилапый Боль утихнет и пройдет. Все, как в сказке, заживет. Чудо-юдо, звери-птица Пусть сейчас же исцелится. Ой, Аленка, Это же заглянание из книги сказок. Вряд ли оно срабо... Ура, получилось! А нас напечатает в геройских новостях, да? А ты сомневалась? Ну, видимо, это была научная сказка. Ну же, Чирика, лети. А я тебя буду навещать. Обещаю. Только давай навещать вместе. Мало ли кто там в лесу бродит и на ветвях сидит. Всех, кто бродит в лесу, считая барсуков, и сидит на ветвях, включая бурундуков. Мы уже изучили. Никого опаснее Бабы-Яги там нет. Стой, замри. Замерла. Теперь спасайте. Из очень надежного... Из не очень надежного источника нам стало совершенно точно известно, что недавно в лесу появилось... Чудище! Цубище его! Рычит. А лап? Три, четыре... Вроде шестая была. Шесть лап? Шесть мало. Восемь или больше. Итак, чтобы защитить учеников и нашу Бабу-Ягу, мы разместили в лесу высокоэффективные защитные ловушки, в которых должен... Должно... Должна... В общем, отыщется... Столапое чудище! Причина нашего переполоха. Так что сейчас мы с Кощей Кощевичем идем в лес, чтобы проверить и подтвердить загадочное явление. Или опровергнуть его. И мы! Мы тоже в лес! Держись, тысячелапое чудовище! Уважаемые кандидаты в герои, даже и не пытайтесь. Для вашей безопасности на всех окнах и дверях в тестовом режиме будет работать свежее запирающее заклинание. Ну, а сегодняшнее занятие переносится на следующий вторник. Так, где там наша специальная тряпочка для стирания заклинаний? Вот зря они нас не взяли. Да, мы бы этому чудище показали. Мне кажется, это крик о помощи. Да-да, голодное чудище просит помочь. Стать его ужином. Вовсе нет. Шестилапый очень милый зверь. Просто с ним что-то случилось. И мы должны ему помочь. Аленка, шестилапых зверей мы пока еще не проходили. А значит, они пока что обитают только в сказках. Но вот от того, кто рычит за окном, лучше держаться подальше. Чирика! Мне никто не верит. Придется самим выручать шестилапого. Этой тряпочкой профессор стирает с доски любые заклинания. Значит, с запирающим заклинанием она тоже справится. Спасибо, Чирика. Рыцари Девногорья, вперед! И рыцарши тоже вперед! Эх, открыто! О, Аленка сбежала! Вот это да! Теперь придется ее спасать. А если еще и чудовище поймать, это же целых два подвига! А я-то думаю, откуда сквознячок? Ну, ничего. И не надо меня благодарить. Достаточно просто понимать, что без меня вы бы все тут пропали. В книге было написано, что шестилапые всеми шестилапами за дружбу. Или вот только если попали в беду. Но вот как же его найти? Нашла! Ох, так у тебя всего лишь заноза. Сейчас я тебе помогу. Не бойся, шестилапик. Не бойся. Она у тебя которая? Бенка? Аленка! Эй, ты чудище! А ну оставь ее! Сам Васка Эльдорадский вызывает тебя на бой! Стой! Ты остановишься! Эй, вы куда? А как же героическое спасение? Осталось осмотреть пару ловушек. Пока попалась только избушка. Но она нами уже хорошо изучена. Да. У меня должен признаться тоже ничего. Такое ощущение, Кощи-Кощи, что в лесу кроме нас и традиционной местной фауны никого больше и нет. Может, Яга все придумала? Ой! Аленка, держись! Отдавай Аленку! Хуже будет! Попался! Он нам попался! А мы попадем в геройскую... Боль утихнет и пройдет. Все как в сказке заживет. Чудо-юдо-юдо-звери-птица пусть сейчас же исцелится. Скорее, профессор! Они так пугливые, что приручить их до сих пор не удавалось. Я буду тебя навещать! Невозможно! Но у Аленки это как-то получилось. В этом и есть сила доброты. Делать невозможное возможным. Ваша доброта просто безгранична. Пожалуй, останусь-ка я здесь. И у вас всегда будет шанс демонстрировать свое гостеприимство. Уборка с Егоркой Может, как-то починить? Не получится. Я уже пробовала. А давай новую шкатулку купим. Не надо мне новую! Мне эта нужна! Мне ее мама подарила! Вот зачем эта Варька вырвала шкатулку у меня из рук? Хоть бы прощения попросила! Еще говорит, что я во всем виновата! Ну, не плачь! Да ну ее, эту Варьку! Не расстраивайся! А чего ты грустишь? Ой, здравствуйте! А вы кто? Я улыбка кладовой. Слышала про меня? А-а-а, простите. Меня нарисовала Елена Прекрасная. Подумаешь, я рисую не хуже Аленки. Опа! Но-но-но, во мне сто лет ничего не менялось. Сто лет? Постойте, постойте. Так вас что, Аленкина бабушка нарисовала? Конечно, бабушка. Но я помню ее совсем маленькой девочкой. Боже, как бежит время. А ты что здесь делаешь? Что-то случилось? Ничего у меня не случилось. Я просто... Уборку делать пришла. Вон пыли сколько везде. Соня, бросай мне! Василиса, лови! Хочешь к ним? Еще чего? Вот уберу здесь все и одна пойду гулять. Ну хорошо, я помогу тебе сделать уборку. А дальше посмотрим. Егорка! Уборка, уборка, перейди на Егорку. Ой, погоди. У меня конфета была. Егорка не ест сладкое. Он питается пылью. Ой, стой! Это несъедобно! Егорка, лови меня! Ну как же так? Это не я. А кто же? Он сам мне под ноги залез. Вот и сломался. В следующий раз будет смотреть, куда... Варя, разве тебе его не жалко? Ты не права. Егорка, вечно я всё ломаю. Прости меня, пожалуйста. Может, тебе стоит и у Василисы прощения попросить? Алёнка, лови! Давай, мне кидайте, мне! Теперь я кидаю. Оп! Оп! Опа! Василиса, я хотела тебе сказать... Ну, в общем, это... Я не хотела, чтобы вот так вот... Извини меня, пожалуйста. Это ещё кто такой? Шкатулка! Он её съел! Егорка! Стой! Моя шкатулка! Остановись! Отдай! Стой! Отдай нашу шкатулку! Отдай шкатулку! Ай! Егорка! Держите её крепче! Зачем ты её взял? Смотрите, что это? Шкатулка! Он починил её! Как новенькая! Ты умница! Спасибо тебе, Егорка! Браво! Браво! Берись, берись, берись! И больше не дерись! А если будешь драться, я буду кусаться! А кусаться нам нельзя, потому что мы друзья! Ах, дружба! Это лучшее, что есть на свете! И если бы я могла смахнуть слезу, то смахнула бы обязательно! Ха-ха-ха! Нет, ну потерять вы её никак не могли! Конечно, не мог! Наверное, в кабинете забыл! Хм, что бы это значило? С вероятностью в 95% готов утверждать, что тут кто-то побывал! Не кабинет директора, а проходной двор! Кажется, я начинаю сердиться! Похоже, вы и в самом деле немного рассердились! Нет, я абсолютно спокоен! Это моё кресло, мне себя! Вы посмотрите! Ай! Что оно вытворяет! И где, в конце концов, моя волшебная палочка? Не знаю, куда она поднималась, но она выключена! И поэтому волшебное равновесие нарушено! Нет, я не думаю! А ваше кресло? Чего оно летает? Очевидно, в нём сидел кто-то посторонний! Вы же знаете, оно это очень не любит! А я думаю, дело в палочке! Хм! Ну хорошо! Разберитесь, пожалуйста! Так, так, так! Ой, а что с книгами, профессор? Почему они все летают? Не все! Обратите внимание! Летают только волшебные учебники! А обычные книги? Как стояли, так и стоят! Вы не знаете, почему? Нет! Что-то случилось? Вы не знаете! Мм! Ничего себе! Варя, что это? А что за молоко у вас? Магически восстановленное! С добавками вкусненькими! Вижу, вижу! Срок действия 25 лет! Да, ещё свежее! Но я всегда говорю, пейте натуральное! Зачем вам это восстановленное? Да ещё и с добавками! Но почему оно летает? Может, это кто-то шутит? Хм! Хорошая шутка! Смешная! А вы сами, случайно, с палочкой директора в последнее время не шутили? Нет! Хм! Скорее всего, это Василиса или Соня! Девчонки! Похоже, у Кощея палочка пропала! Не знаю, что там пропало, но профессор нас в чём-то подозревает! Не нас, а Василису с Соней! Хм! Кстати! А где они? В школе творится что-то непонятное! Мы должны их найти! О, нашлись! Девочки, а мы вас потеряли! Что это с ними? Так, быстрее наверх! Хилиса, давай во всём признаемся! Я больше не могу прятаться! Так, и в чём вы должны признаться? Смотри! Кощей свою палочку забыл! О, давай испытаем её! Не, запаролено! Ладно, пойдём отдадим! Что ты? Давай клади на стол и пошли! Погоди! Когда ещё удастся сделать селфи в директорском кресле? Эй! Хватит уже! Оно не останавливается! Соня! Помоги! Что? Как же её вытащить? Ой, давай! Ой, давай! Что же делать? Да, за это могут и школы выгнать. Нужно спасать их! Ну как? Мы должны починить палочку. Пошли! Удалось установить, что равновесие действительно нарушено. И это абсолютно точно. Наибольшие подозрения вызывают Соня и Василиса. Профессор, факты. Давайте факты. Мне даже не удалось с ними поговорить. Они скрываются от меня? Можно? Хм, вот они. Как же они скрываются? Ой, а вы кресло чините? Можно мы поможем? Вы умеете чинить кресло? Конечно. Моя палочка. И сломана к тому же. Девочки, скотч у кого? Держи её. Ага, вот так. Кощей Кощевич, а какой пароль? Е-2, Е-4. Извините, профессор. Вот видите, она работает. Да, но кто её сломал? Я! Мы все вместе сломали, а потом починили. Сломали, а потом починили. И всё же, кто её под кресло засунул? И главное, зачем? Знаете, профессор, мы, конечно, можем это выяснить. Но стоит ли? Главное, что девочки горой стоят друг за друга. И потом... Она же работает. 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 Шапочка профессора. Итак, подытожим. Волшебник должен быть... Внимательным. Так. Серьёзным. Дальше. Добрым к людям. Верно. Василиса. Находчивым. Молодец. Варя. Вспомнишь, каким ещё? Безбашенным. Ой, бесшабашным. Бесстрашным. Продолжаем тему бесстрашия. Девочки, давайте, давайте. По-моему, все уже владели этим приёмом левитации. Сейчас будем изучать технику бесстрашия. Если вас пугает тёмная сила, то вы действуете так. Вытягивайте руки вперёд. Профессор, извините. Да? А вы сами ничего не боитесь? Ничего. А демонов? Может, оборотней? Да вы смеётесь. Всё, продолжаем урок. Неужели совсем-совсем ничего? Девочки, я почётный профессор волшебства. И на экзамене по бесстрашию был лучшим. А если мы вас напугаем? Вы меня? Тогда я съем свою профессорскую шапочку. Я Баба Яга! Я навожу на тебя ужас! Напугала, напугала. Смотря кого. Я, например, ни звука не издала. Ага, не издала. Зато какие у тебя глазища были. Ха-ха-ха-ха. Вы чего делаете? Домашку по страху. Какая домашка? Пошли пугать профессора. Пусть он свою шляпу ест. Весело же. Тихо, тихо. Не оборачивайтесь. Ну как вам? Мы его из музея взяли. Видите? Колесики приделали. Светодиоды вставили. Красота. Только дыма из пасти не хватает. Аленка, сделай нам немного льда, а? Не может быть, чтобы он не испугался. Хм. Не страшно. Царевна, верните доску на место. Не страшно. Хм. Чем можно напугать волшебника? Чем? Мы уже все пробовали. Неужели у него нет слабого места? А-а-а. Ну? Девочки. Наш кот, ну, дома, ужас как собак боялся. Но профессор же не совсем кот. Вот именно. Он же волшебник. А вдруг? Давайте попробуем. Вот с этим. Заглянем в его окно снаружи. Летающие собаки. Жуть, правда? Но мы же пока только в комнате летали. Даша, считай, это как экзамен. С крыши вниз спустимся и... Пошли! Ну, чего вы застряли? Ой, девочки, я высоты боюсь. Да ладно тебе. Девочки! Даша, держись! Ох, как вы меня напугали. А профессор напугался! А профессор напугался! Хм, конечно. Когда Даша закричала... Я просто высоты немного боюсь. А я решил, что вы сейчас разобьетесь. Вы ведь мне все как родные, понимаете? Вы же переживаете за тех, кто вам дорог. Я за братьев очень переживаю. Вот видите. Хорошо, что все обошлось. Но я, тем не менее, должен выполнить свое обещание. Профессор, что вы? Вы вообще вели себя как герои. В окно прыгнули нас спасать. Не нужно есть вашу шапочку. Пожалуйста, мы ведь тоже испугались за Дашу. Ну что ж, раз так, то мы должны ее съесть все вместе. Давай! Мой любимый торт. Угощай. О царевном ни минуты не сидится И мы тут играть и веселиться Не случайно и тебя в свой мир волшебный Приглашаю царевны Рыцарь ордена заколки Эх, и никто не вспомнит И никто не поздравит Ох, ох, ох Под моим, можно сказать, руководством. Вот Но девочки все делали сами Прекрасные тюльпаны И на какое место в конкурсе мы рассчитываем? Кощей Кощевич, ну это же очевидно Первое, конечно Да? Мы еще ни разу не занимали первое место Конечно, потому что ни разу не участвовали Действительно? Ну что же, первое не первое, а цветы выглядят замечательно Выношу благодарность наставнице Ну что вы, что вы, они сами, сами Почта, что ли? Надо же, открытка поздравительная От кого бы это Дорогая ты наша Вот герматей Дорогая Дорогая надо Учит и хочет Поздравляем нашу любимую Старушку с днем рождения Что? Так это ты писала? Ага Вот значит как Мне всего 280 лет А я выходит, уже и старуха у тебя Собери свою открытку Ой, девочки Вдруг мы и впрямь возьмем первое место А я думаю, Марлен нас просто подбатривала Это же конкурс цветов среди всех школ волшебства Хм, неужели вам в самом деле важно, какое место мы займём? Конечно Да цветы вообще для другого Для чего же? Чтобы рыцари дарили их прекрасным дамам Хм, какие ещё рыцари? Ты книжек начиталась, что ли? Хотя бы и книжек, а что плохого? Красиво же Да, вот учились бы с нами мальчики Ой, мальчики, мне братья ни разу цветка не подарили Да, рыцари теперь только в книжках остались Жалко Девочки, смотрите Рыцарь? Как это? Варя, это ты наколдовала рыцаря? Чтобы подшутить надо мной, да? Ничего я не колдовала Ага, так я тебе и поверила Ну и пожалуйста Девочки, не ссорьтесь Он идёт к нашим цветам Так, он хочет подарить Девочки, ну при чём здесь я? Наши цветы, бежим Не успели Как же это? Сорвал и исчез Что же получается? Цветы он не для меня сорвал? Шшш, слышите? Что-то лязгает Это он А откуда здесь избушка? Это она их сорвала Рыцарь спасает наши цветы Так, всё понятно Он подслушал наш разговор И залез в рыцаря Даша, но он же хотел сделать нам приятно Да А то, что у нас конкурс Об этом он не подумал? Вот это да! Ага Арчи, 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 Арчи Арчи, ты молодец Ты настоящий рыцарь За это мы, царевна Демногорья Жалуем тебя орденом Этой, как её? Заколки Ура! Ура! Девчонки, у кого есть заколка? Зачем? Ну, вместо ордена Вообще-то, орден – это почётное сообщество Так что заколка не обязательно Нет, для нашего ордена – обязательно Спасибо, Арчи Арчи, ты молодец! Девочки, смотрите! Эта избушка потеряла У Бабы Яги сегодня день рождения Выходит, избушка хотела ей подарок сделать? Я погорячилась так маленько Так что, спасибо тебе за поздравление Мы вот тут решили… С днём рождения! Не пугайтесь, это рыцарь ордена Заколки Мы с ним вместе вас поздравляем С днём рождения! С днём рождения! Вот спасибо, так спасибо А у меня, как назло, в доме хоть шаром покати И угостить вас нечем Но сейчас мы быстренько суп из пиялок соорудим Вы же любите суп из пиялок? И таким образом угол А, Б, С будет равен углу Ц, А, Б Вот, собственно, и всё доказательство этой теоремы Всё понятно? Всё понятно Прекрасно А скажите, суп из пиялок вам понравился? Нет, мне просто любопытно У неё пирожные были, эклеры всякие, корзиночки А мне торт Наполеон очень понравился А царевном ни минуты не сидится И мы всё играть и веселиться Не случайно и тебя в свой мир волшебный Приглашают царевны Любимая игрушка Девочки, никто не видел моего Мишку Сонь, давай завтра Мишку поищешь, а? Поздно уже Ага, спать охота Я быстро Он где-то здесь Может, упал? Мишка! Соня, уже поздно Давай спать Так, посмотрим, что у нас здесь Это в музей О, где-то я тебя уже видела Волшебный? Пожалуй, твоё место тоже в музее Соня, ну сколько можно? Я думала, Мишка здесь Сонечка, ты уже большая Пора бы засыпать без Мишки Он тебе больше не нужен Ладно Не бойся, Мишка Я тебя завтра найду Вот, посиди здесь Ура! Мы ожили! Пора играть! Ну что, поиграем вместе? Смотри, как я могу Эй, ты куда? Ну, как хочешь Эх, сколько всего! Хопа! Какой шкафчик интересный! Ого! Вот это фокус! Я тоже хочу стать большим! И что, даже ночью искала? Ну да, но Даша проснулась и сказала мне, что я уже слишком большая для игрушек И мне пора засыпать без Мишки, и он мне больше не нужен Но Мишка не просто игрушка, он мой друг Ну конечно мы его найдем, Кощей Кощеич знает заклинания для потерянных вещей Эй, ты чего? Давай играть в цирк, смотри, у меня тут целая труппа, а ты будешь гвоздем программы Что ты плачешь? Надоело тут сидеть? Точно, как я сам не догадался! Бродячий цирк! Эй, постой! Мы же не взяли своих артистов! Так, вот что, я их приведу, а ты собирай зрителей Мишка, ну где же ты? Опа! Пошли, пошли, вперед! Мишка, он здесь! А вот и зрители! Мы приготовили для вас потрясающее цирковое представление! Вот это да! Откуда здесь цирк? Может, учителя приготовили для нас сюрприз? Открывает программу «Живая башня»! Что-то мне это не нравится Выже, выше! Еще выше! Наши цветы! О, нет! О, да! Какая превосходная башня! Сделаем ее еще выше! Ничего и не превосходная! Она же сейчас упадет на школу! А вот и не упадет! О, ледяная башня! Получается отличный цирк! Что здесь происходит? Пусть примет свой обычный вид за выраженный индивиду... Нет, Марлен, так нельзя! Вы, наоборот, увеличили его! Мы должны сначала узнать природу волшебства! Только тогда заклинание сработает правильно! Оживляющий эликсир, увеличивающий эликсир... Так вот, почему тут огромные шахматы с клоунами разгуливают! Может, это они взяли Мишку? Спешите видеть! Жонглирующий клоун! Берегись! Вот не люблю я в шахматы играть! Девочки, осторожней! Ставлю защиту! Долго я их не удержу! Я помогу! Да ну ее, пусть падает! Придумаем что-нибудь еще! Эй, клоун! Что ты сделал с моим Мишкой? Я ленточку нашла! А ну, отдавай его! Мне нужен мой Мишка! Он мой друг! 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 Ты потеряла Мишку! Я знаю, что делать! Марлен, если клоун уменьшится, Соня упадет! Но ведь ты не из моей труппы! Ладно! Я тебя принимаю! Будешь летающей гимнасткой! Алле! Оп! Надо его отвлечь! Эй, клоун! Мы тоже артисты! Смотри сюда! Здорово! Дрессированные лягушки! Растоящий цирк! Иго-го! Хожу конем! Класс! Аплодисменты! А мы отличная труппа! И, наконец, мой номер! Полет гимнастки! На луну! На луну! Мишка! Мой Мишка! Как же я соскучилась! Твой Мишка просто герой! Я и подумать не могла, что обычная игрушка способна на такое! Я бы тоже хотела себе такого друга! А с ним что делать будем? Спрятать бы его куда подальше! В музей? А может, лучше найдем ему нового хозяина, чтобы ему было с кем поиграть! Девочки, даже на день вас нельзя оставить! Обязательно какую-нибудь цирку строите! Ну, где виновник беспорядка? Ха-ха-ха-ха! Мой клоун! Где вы его нашли? Это же моя любимая игрушка! Видите ли, в детстве этот клоун был моим лучшим другом! И, признаться, я очень рад встретить его снова! Привет, дружище! Привет! Мы царевны! Подписывайся на наш канал! Привет!